Так, товарищи, ну добрый день. Всем начинаем наше очередное заседание. У нас на повестке дня защита. Защищается у нас Коноваленко Иван Андреевич по теме критерия алгоритма вычисления точности коллективной нормализации изображений. Защита на соискание степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.17. Теоретические основы информатики. Ведущая организация Федеральное государственное учреждение Федеральный исследовательский центр информатики и управления Российской академии наук. Сейчас Константин Юрьевич, наш ученый-секретарь, наложит про всякие там отзывы. Работа Ивана Андреевича представлена в аттестационную комиссию 29 июля 2021 года. К заявлению был приложен документ о высшем образовании, документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов, отзыв научного руководителя Николая Петра Петровича, доктора физико-математических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем информации Минихаркевича, Российской академии наук, лаборатория МИР-2, главный научный сотрудник. Два положительных отзыва. Первый от Орлазарова Владимира Викторовича, кандидата технических наук, Федеральное государственное учреждение Федерального исследовательского центра информатики и управления Российской академией наук, отдела 93, зав. отдела, и Миллера Бориса Михайловича, доктора физико-математических наук, профессора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем передачи информации Минихаркевича, Российской академии наук. Заключение организации, где проводилась апробация, тоже Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем передачи информации Минихаркевича, диссертация в перефератах соответствующих количествах, работа принята к защите протоколом ФМ 2020-19, 22 сентября 2021 года. Так, передаем слово нашему подзащитному. У вас доклад, сколько там, 25 минут ограничений? Ну, 20 минут уж уложить, конечно. Всем добрый день, меня зовут Иван Коноваленко. Моя тертация называется «Критерия алгоритма вычисления точности, критерия нервализации изображения». Изображения объекта существенно зависят от условий его съемки. Здесь поставлен пример зависимости изображения от раков со съемки. Здесь, например, изменение изображения в зависимости от спектра освещения. Здесь, в зависимости от общительских, с того среды. Изменение изображения в зависимости от условий съемки спущественно усложняет их анализ. Поэтому в случае, когда условия съемки контролируемы, они, как правило, выбираются удобными для последующего анализа изображения. Такие условия съемки принято называть нормальными. Если условия съемки неконтролируемы, то отстает задача нормализации. То есть преобразование изображения к такому виду, так если бы оно было получено при нормальных условиях съемки. Нормализация изображения применяется, к примеру, для опознавания документов, для опознавания лиц и в медицине, в других приложениях. В литературе, как правило, выделяют два типа нормализации. Геометрическую и цветовую. В первом случае образуются коронаты пикселей. В втором случае образуются цветовые коронаты. Здесь приведен пример геометрической нормализации изображения. Изображение слева снято с нормального ракурса. По центру с некоторого другого ракурса. А справа показан результат нормализации центрального изображения. Здесь пример цветовой нормализации. Изображение слева снято в сделанном в душной среде. которая принята за нормальные условия съемки. Изображение в центре сделано в водной среде. Справа показан результат второй нормализации центрального изображения. В литературе предложено большое количество разнообразных критерий в точности нормализации. Однако вопросы ориентированности за решение тех или иных задач анализа изображений, как правило, не следуются. Это делает невозможным целенаправленный выбор и разработку алгоритмов нормализации. Кроме того, для многих критериев неизвестны аналитические выражения, а значит и точно алгоритмы их вычисления. Во многих случаях форму объекта моделируют плоскостью, а камеры моделируют камерой обскурой. В таких предположениях изображения объекта, сделанные с различных ракурсов, оказываются связаны с проективным преобразованием. Поэтому в этом случае для нормализации используется проективное преобразование. Например, здесь нормализация была проективной. Также проективное преобразование используется и для чистовой нормализации. В примере слева показано изображение объекта, сделанное под освещением, которое принято за нормальное. По центру изображение того же самого объекта, сделанное под другим освещением. А справа показан результат проективной и чистовой нормализации центрального изображения. Таким образом, проективное преобразование применяется и для геометрической, и для чистовой нормализации. Однако часто оно заменяется на гораздо более быстрое, афинное преобразование. Здесь слева показана проективная нормализация, а справа – афинная. Она хуже по точности, но тем не менее можно видеть, что текстовые поля удалось нормализовать хорошо, так что они могут быть распознаны. Итак, пусть некоторый алгоритм вычислил параметры проективной нормализации, однако преобразовать изображение желательно афинно. Тогда возникает задача поиска наиболее точной афинной аппликсимации. Однако литературе эта задача ранее не была решена. Таким образом, целью работы является разработка проблемно-ориентированных критерий в точности проективной нормализации, а также точных алгоритмов максимизации и вычисления значений этих критериев. Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи. Построить критерии точности в проективной нормализации ориентированы на решение конкретных задач анализа изображений. Работает точно на период вычисления значений построенной критериев. Работает аксимальные по точности алгоритм афинной киметрической нормализации сильной искаженного изображения. Основные положения вносимые на рассчитках. Основные на немецкие критерии точности максимально сертификатологичные и средние немецкие критерии точности плодают следующим набором свойств, которым не плодают другие известные критерии точности. Не зависят от значения изображений, учитывают опыт интересного изображения, не нарушают принесу возможности ПО и не декорируют идеальную точность в случае некорректной нормализации. Следующее положение. Максимальная, если аналитический немецкий коренат в рамках коронамерной и нормальной модели оптического распознавания, обладают тем свойством, что уменьшение их значений влечет монотонное нарастание вероятности вероятного продавания всего документа на нормализованном изображении. Полученные для случая проективной нормализации аналитические выражения максимальные и средние квадратичные немецкие критерии обеспечивают их точные и быстрые вычисления. Взработанный алгоритм поиска максимальной поточности афины проективной нормализации позволяет ускорить процедуру проективной нормализации изображений за счет контролированной потери точности. Переходим к первой главе. Она имеет обзорный характер. Проанализируем известные критерии точности. Сперва пишем то, на чем эти критерии основываются. Через H обозначим идеально нормализующее образование. Оно считается точным и, как правило, задается экспертом. H с крышкой – это его оценка. Она вычисляется алгоритмом нормализации. Именно ее точность описывают критерии точности. Применяя эти два образования по новому изображению, мы получаем идеально нормализованные изображения и алгоритмически нормализованные изображения. Также для удобства вводим остаточные искажения, которые связывают эти два изображения. Область интереса задается на идеально нормализованное изображение, и мы обозначим ее R. Из-за Q мы обозначим образ области интереса на алгоритмически нормализованном изображении. В некоторых работах предлагается оценивать точность нормализации визуально. Формальные же критерии можно разделить на внутрисистемные, световые и геометрические. Досистемные критерии определяются как качество решения задачи, в которой нормализация применяется. Их использование нарушает принцип модульности по программам обеспечения. Светновыми будем считать критерии, которые зависят от значений обоих нормализованных изображений. Это, например, стабиклортично разные значения изображений, пиковое отношение сигнал-шум, индекс структурного возборства и метрика Вахтерштейна. Схиметрическими будем считать те критерии, которые зависят только от нормализующих образований и от области интереса. Например, иногда точность определяется как близость к параметрам, которые сдают нормализующие образования. Такие критерии малосмысленны, так как не учитывают область интереса, которая показывает, где именно нормализация должна быть точна, а где нет. Часто применяются Кэффсен, Жаккара, Ш, Эдега, Хуздорфа и Эссояния, Кэффсен, Жаккара и Эссояния, Кэффсен. Можно видеть, что корректная нормализация и некорректная могут давать одинаковую множество куб. Таким образом, эти критерии могут дефекционировать идеальную точность в случае некорректной нормализации. Следующий критерий основывается на невязких координатах. Невязкая координат – это функция, которая каждая точка изображения ставит в соответствии с расстоянием, на которое эту точку вмещает остаточное искажение. Известны использование средней, среднеклоратичной и максимально невязанных координат. Эти четыре критерии лишены, и наставка других критерий, которые для удобства приведены в таблице. В случае проективной нормализации в некоторых работах максимальная невязка вычислялась как супремом только лишь на крайних точках – области интереса. Однако, пример ниже показывает, что это корректно не всегда. Здесь область интереса показана зеленым прямоугольником. Остаточное искажение преобразует его в красную трапецию. И можно видеть, что невязка на крайних точках значительно меньше, чем, например, невязка на середине стороны прямоугольника. Результаты первой главы заключаются в анализе известных критерий в точности и в приведенном только стоконт-примере. А глава 2 – теоретическое обоснование и критерии в точности нормализации изображений. Будем так говорить, что документ имеет фиксированную структуру, если вручить текстовое стражание так же природных текстовые поля с ранее известным положением на документе. Задача общительского распознавания этих документов, как правило, делится на два этапа. Этап нормализации по новому изображению и на этап распознавания нормализованного изображения. При этом точность распознавания значительно зависит от точности нормализации. Хороятность корректного распознавания символа существенно зависит от невязкой корена от этого символа. Далее предложены две модели такой зависимости. Прономерная слева и нормальная справа. Здесь есть модели, описанные формально. В рамках каждой из введенных моделей найдем такой кратерий точности, чтобы его значение было антонно связано с вероятностью верно опознать весь документ. Но доказано, что для одномерной модели искомым является максимальный невязкий корректант, для нормальной – среднеклоратичный невязкий корректант. А в этом и заключаются результаты второй главы. Приходим к третьей главе. Она посвящена аналитическому урожению максимальной и среднеклоратичной невязкой корректант для случая проективной нормализации. Максимальный невязкий корректант расписывается следующим образом. В качестве области интереса осматриваются плоские бредов. Но и доказано, что с упрямом невязкий корректант двумерного проективного преобразования в Декомпакте достигает широкого границы. Это позволяет искать решение только на ребрах полиатра. А задача поиска максимума на юбре была сведена к уравнению в четвертой степени. Это позволило предложить точный алгоритм вычисления максимальной невязкой корректант. Среднеклоратичный невязкий корректант расписывается следующим образом. В качестве области интереса осматривался прямоугольным бредом. Эта функция у мною также была выражена аналитически. Здесь приведена схема соответствующего алгоритма для случая автотропной прямоугольной области интереса. Этот алгоритм легко обобщается на случай произвольно ориентированной прямоугольной области интереса, а также на случай прямоугольной полиатральной области интереса. Итак, в главе 3 предложены поточные алгоритмы вычисления супремума и стариклоравчисленный невязкий координат двумерного проективного преобразования. Переходим к 4 главе. Она посвящена вычислению максимальной афинной ампроксимации и проективной нейронизации. Выбирая в качестве критерий в точности максимально истериклоравчисленный невязкий координат, имеем следующие основные задач поиска матрицы оптимально-раппинного преобразования. По мной доказано, что эти две задачи оптимизации являются выпуклыми, и показано, что вторая задача в невязком и кратичной была решена аналитически. Здесь приведена схема соответствующего алгоритма. Полученные результаты позволили предложить алгоритм ускоренной проективной нейронизации изображений, который включается в замене проективной нейронизации на афинную, как в тех случаях, когда это не несет значительных потерь источни. Таким образом, в чернотоглаве предложены точные алгоритмы мышления оптимальной афинной аппоксимации проективного преобразования, а также алгоритм ускоренной проективной нормализации изображений. Пятая глава посвящена ацетовой нормализации. При ацетовой нормализации превращаются не координаты пикселей, как при генетической, а ацетовые координаты. При этом точность ацетовой нормализации можно формализовать как генетическую ацетовую координат и максимальную цветоразность. В качестве области интереса было выбрано ацетовое тело из RGB дисплея, то есть все цвета, что может воспроизвести стандартный дисплей. Для случая проективной нормализации этот критерий вписывается следующим образом. В инцертации было получено его аналитическое выражение. Здесь приведена схема соответствующего алгоритма. Таким образом, в пятой главе предложим точный аналитическое мышление супрямо-муниверский координат трёхмерного проективного доферсования на плене. На этом слайде собраны основные результаты работы. Их все я уже упоминал ранее. Научная новизна работы. Заказаны следующие теоремы. Супрямо-муниверский координат реперсового проективного проективного покрыжения на замкнутое в ограниченном множестве достигается на его границе. Но не обязательно на крайних точках двух ступлей получили. Супрямо-муниверский координат реперсового инцертывания на плене и не цитата с него ребра. Впервые найдены аналитические выражения для супругового невязкого признат проективного образования на пелендре в двумерном и треховерном случае. Среди корочистый невязкий признат двумерного проективного образования на прямомкольно-плоском пелендере и оптимальной афины практимации двумерного проективного образования. 4 работы по теме диссертации были опубликованы в изданиях, входящих в базу «Скопы» и «Слэймл Сайдс». 5 работ были опубликованы в изданиях, входящих в базу «Эрсэйсайд». С результаты работы 9-кратно накладывались на различных отечественных и международных конференциях и семинарах. Разработаны алгоритмы, внедренные продукты компаний «Смарт-энжен-сервис» и «Эрсэйлэк-сервис». Спасибо за внимание. Ну, извязательно, да, спасибо вам. Но сейчас на самом деле не мне слово, а слово Константина Юрьевича. Сейчас будет много-много отзывов. Мы приступаем к заключению членов Совета. С вашего позволения я зачитаю только вопросы и замечания, которые вы описовали соискателям. Значит, первое заключение. Олег Арунский Андрей Михайлович, председатель диссертационного совета, доктор физико-математических наук, Московский физико-технический институт, директор физико-школы по математике и информатике. Значит, здесь Андрей Михайлович задает следующие вопросы и замечания. Первое. Использованная диссертация проективной модели формирования изображения объекта верна только в предположениях о том, что камера является камерой обскурой, а объект является плоским. Однако в работе не следует вопрос о том, насколько полученные в ней теоретические результаты остаются применимыми в случае типичных практических отклонений от этих модельных предположений. И второе. Доказатель, сформулированный для двумерного случая теорематрии, обладает тем свойством, что легко обобщается на случай любой конечной размерности. Поэтому было бы лучше сразу доказать более общую теорему. Спасибо. Отклюдаю на первое замечание. Действительно, в работе не следует, то, насколько полученные в результаты остаются применимыми в случае наличия отклонений от математических моделей. Однако же я хочу прокомментировать, что эти модели предположения часто выполняются очень хорошо. Например, объект съемки очень часто хорошо приближен к плоскости, является почти плоским, как в случае, например, документов, лежащих на столе. Что касается камер, то большинство камер, которые вообще можно купить, они изначально отклиброваны, то есть приведены к модели камеры обскура высокой точностью. Более того, если до точностью недостаточно, то эти камеры можно вполне приводить к этой модели. Отвечаю на второе замечание. Да, действительно. В работе только ли сказано, что для случая любой конечной размерности эта теорема доказывается аналогично. В данном случае, да, я согласен, что лучше было, так как сразу доказать общий результат, и далее пользоваться необходимыми частными случаями. Следующее заключение. Визельтер Юрий Валентинович, доктор физико-математических наук, профессор РАН, старший научный сотрудник Федерального государственного ментального предприятия, Государственный научно-исследовательский институт, авиационный систем. Значит, здесь следующие вопросы и замечания. Некоторые теоретические результаты работы выглядят в определенной степени оторванными на практике. В частности, в работе получены теоретические оценки того, как невязкий координат, связанный с корректностью распознавания документа, по его нормализованным изображениям при разных вероятностях на далеке алгоритма распознавания. Однако, рассматриванные работы равномерной и нормальной вероятностной модели оптического распознавания документов никак не обосновываются и вероятно соответствуют реальному алгоритму ОСЕР. Желательно было бы предварительно провести статистическое исследование такого рода с реальными алгоритмами ОСЕР, которое подтвердило бы подобные выводы или уточняло характер распределений, когда результаты имели бы большее плодное значение. Второе. В работе получены интересные аналитические алгоритмы решения прикладных задач нормализации, которые ранее на практике решались численно. В результате это касается задачи Афины на практикации гумерного проективного преобразования. Желательно было бы сравнить результаты аналитических и численных методов, чтобы оценить, насколько велик получен прирост точности и скорости решения задач. В интрики в тексте имеются отдельные статистические ошибки, усложняющие его понимание. Но данные замечания имеют идеально общую положительную оценку диссертации. Пожалуйста, вам слово. Отвечаю сначала на первые замечания. Дальше будет у другого члена совета похожий замечания. Поэтому я отвечу один раз, но подробно. Первое замечание согласен, что статистическое исследование, оно было бы интересно вам. Поэтому я объясню вам немножко, о чем идет вещь. Замечания касаются этих двух моделей. Я хочу их некоторыми снижениями защитить. Во-первых, что по осям. По оси здесь невязка координат для некоторого символа. А по Y здесь вероятность распознать этот символ верно. Модели простые. И они простыми были выбраны специально. Раньше это никак не моделировалось. Никак не моделировалось. И в этом смысле любые модели хороши. Во-вторых, модели, как я сказал, простые. Поэтому я вижу их преимущества. Их плюс. Далее. На самом деле эти модели, они параметрические. У каждой из них по два параметра. Которые, в принципе, можно подгонять от данных. Однако же красота результата заключается в том, что эти параметры оценивают не обязательно. Потому что для любых значений параметров они приводят к этим критериям должности, которые уже не имеют никаких параметров. И, соответственно, их не нужно никак настраивать. Далее. Эти два критерия, они популярны и используются модными авторами. И в этом смысле я впервые показал, какие предположения и в этом смысле эти популярные критерии являются хорошими. И последнее, что я хочу сказать про это замечание, это то, что такого рода результат получен впервые. Поэтому эти две модели, по случаю, могут смотреться как примеры. Примеры для дальнейших исследований. То есть, если кто-то по данным оценит эти модели более точно, то, соответственно, пользуясь второй глобой, как примером, он сможет по аналогии вывести и более сложные критерии точности, которые уже будут лучше выходить для практики. Все. Насчет этих замечаний все? Замещание второе. Да, согласен. Такое сравнение было бы желательно в дезертации предпринимательской оценки времени работы алгоритмов. И сказано, что они являются точными. По противоположности этому отчисленные алгоритмы точными, как правило, не являются. И третье замечание. Я с ним согласен. Елена Николаевич, Вы удовлетворены ответами? Или появились еще вопросы в ходе ответов? Ну, я не знаю, стоит ли подробно на этом установить, но все-таки к первому вопросу я не совсем это имел в виду. То есть понятно, что модели-то... Если мы приняли те виды распределения, которые автор здесь уложил, то, конечно, можно их оценивать, а можно и не оценить, потому что это имеет общий характер. Я принесу сам бит распределений. То есть у меня вызывают сомнения, действительно ли ошибка распознавания нормальным образом зависит от смещения координаты. Поскольку, я думаю, многие из нас занимали свое время распознавание символов, то мы видели, как работают реальные алгоритмы. Там совершенно такая нелинейная и хитрая зависимость. То есть на маленькие смещения, ну так, по нашему опыту, он реагирует совсем слабо, то есть маленькие смещения не попалируются современные алгоритмы распознавания символов, а большие смещения могут привести к обрезкому отказу и совершенно перебутыванию распознавания символов. Вопрос был такой, что надо хорошо было бы экспериментально уточнить именно характер кривой распределения. Вот что имело в виду с новым мягчанием, которое я написал. То есть и вопрос, собственно, был такой, можно ли распространить те методы, которые были применены в данном случае, для распределения, которые будут с экспериментальными распределениями, которые были бы экспериментально получены. Экспериментальными видами его распределения, вот что я имел вывод. Которые связаны с конкретным алгоритмом связи. Я не думаю, что это принципиально меняет ответ на вопрос, но это, мне кажется, важное привычание. Спасибо, двигаемся дальше. Следующее заключение. Гастников Александр Владимирович, доктор физико-математических наук, доцент Федерального Московского физико-технического института, профессор кафедры мат.основ управления. Значит, Александр Владимирович, следующие вопросы и замечания. Найденные в 3-4 главах первообразно имеют неудобное для понимания представление и могли бы быть сформулированы более структурированы. И в работе имеется небольшое количество стилистических неточностей. Также указанные замечания снижают значимости представленной в секретаре работы. Пожалуйста. Да, согласия на замечания про первообразное. Они могут быть предназначены более структурированы. Я теперь знаю, как это сделать, но это не было сделано. Действительно. С этим замечанием согласен. Александр Владимирович, Вы удовлетворены, ответуем. Да, да, буду доводен. Спасибо. Следующее заключение. Маглагорил Ильяев Георгий Георгиевич, доктор физико-математических наук, профессор Московский государственный университет имени Ломоносова, механико-математический факультет, кафедра проблем управления, профессор этой кафедры. Значит, здесь следующее замечание. Первое. Перечисляемые в работе экспериментальные результаты касаются невязких координат проективного изображения функции, которая определяется сравнительно малым числом параметров. При этом неупоментны остались вспомогательные с точки зрения цели работы, но математически более общие результаты, касающиеся квазивыбуклых функций. И второе. Доказательства теоремны 3, 7 и 10 слишком детализированы грязи диссертационной работой. Также указаны замечаниями, которые умоляют высокий научный уровень представленных результатов. С первым замечанием я согласен. Второе замечание. Доказательства специально были написаны, давать подробно, с идеей, чтобы они были доступны максимально широким уровнем читателей. А так, замечание я понимаю и согласен, что диссертации так делают исследователи. Георгий Георгиевич. Ну, я более-менее, да, у меня все понятно. А я могу задать вопрос по диссертации? Ну, можно сейчас задать. Будет еще, по-моему, у нас промежуток, когда мы еще сможем задать вопрос. Хорошо. Тогда я согласен. Не согласен ли я, я удовлетворен ответ вам? Вопрос оставим на поплом. На следующий. Да, да, да. Хорошо. Тогда переходим к следующему заключению. Некануров Артур Владимирович, доктор технических наук, Институт системы обработки изображений, фериал Федерального государственного учреждения, Федеральный научно-исследовательский центр, фисолография и фотоника, Российская академия наук, заведующая лабораторией интеллектуального анализа видеоданных. Значит, здесь такие вопросы и замечания. Значит, первое. Рассматриваемые во второй главе случаи проективной геометрической нормализации изображения основаны на одноплоской структуре наблюдаемой сцены, что позволяет выполнить преобразование изображений при помощи одной гомографии. В то время как для многих прикладных случаев такая одноплоская модель сцены недостаточно. Второе. При теоретическом анализе влияния геометрической нормализации изображений на точность распознавания рассмотрены равномерные и нормальные вероятностные модели ошибок распознавания. В то время как на практике представляют интерес более сложные модели. Также представляют интерес исследования влияния цветовой нормализации на точность распознавания. Третье. Аспекты вычислительной эффективности предложенных в работе алгоритмов проективной нормализации заслуживают более детального экспериментального исследования. Четвертое. Изложение материала диссертации безусловно соответствует требованию предъявляемых физико-математическим работам. При этом четвертая глава заслуживает отдельного подраздела иллюстрирующего связь полученных результатов с прикладными задачами. И пятое. Введенное в разделе 4.4.3 определение ортотропного прямоугольника 4.27 для практики важного частного случая области интереса недостаточно пояснено в тексте работы. И важно отметить, что приведенное замечание не снижает общие положительные оценки работы. Пожалуйста. Да, согласен с первым размещанием, что рассмотрение более сложных надмоделей является естественным направлением для дальнейших теоретических исследований. С вторым замечанием согласен это исследование было бы интересно. Во-первых, тут замечание с этих двух частей. И тут первая часть на нее я уже отвечал, но я повторюсь, что да, действительно, более сложные ряды снижения модели могут быть выведены из данных и на них основе могут быть аналогичным образом построены соответствующие им проблемно-ориентированные критерии точности. Теперь насчет второй части замечания. То, что также проставляет интерес исследования влияния теоретической нормализации на точность опознавания. Да, это проставляет интерес насколько можно, допустим, насколько сломается этот вид распознавания от изменения освещения. Но еще больший интерес я считаю, что представляет то исследование о том, насколько тестовая нормализация влияет на автоматическое определение подлинности документов. Разумещание 3. В диссертации исследована была только асимтотически. Согласен. Да, такой подраздел был бы полезен. Согласен. Размещание 5. Определение это было дано на тот период и формула. В тексте оно не было пояснено. Но это не штат, так и согласен. Артем Владимирович. Да, да. Я, скажу, слово благодарю и работаю очень приятно. Спасибо. Переходим к отзыву ведущей организации значит у нас была ведущая организация федеральный исследовательский центр информатики управления Российской Академии Наук значит в отзыве отмечается актуальность работы описывается структура основные результаты теоретическая и практическая ценность и делаются некоторые замечания. Итак, замечания. Аналитические результаты диссертации получены в предположении об единственности идеально нормализующем преобразовании однако в ней не упоминается что такое предположение полезно далеко для всех практических приложений. Второе отсутствует обзор ранее предложенных в литературе критерий в точности цветовой нормализации что снижает обоснованность предпредлагаемого критерия максимальный роллап цветоразности. И третье имеются некоторые небрежности в форме линии работы и приводятся примеры на странице 11 по ошибке напишенства список литературы содержит номер именований тогда как их 139 рисунок 2.9 находится уже после глубины второй главы тогда как должен находиться выше теоремы 5.6 близки как по формулировкам так и по приведенным доказательствам потому было бы лучше объединить их в одну теорему но данные замечания незначительны на фоне достоинств работы заключены делается такой вывод что представленная диссертация является законченной научно-квалификационной работой обладающей научной невезной практической значимостью также нужно ответить ее качество оформления и должную культуру изложения автореферрат точно и полно отражает содержание диссертационной работы и полученной дюйм и диссертация Коноваленко Ивана Андреевича отвечает требованиям положения присуждения еще при степени кандидата наук доктора наук ВФТИ при удивляемой диссертацией на заседание степени кандидата наук а ее автор заслужит присуждение степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-17 теоретические основы информатики отзыв на диссертацию обсуждено и одобрено в заседании семинара отделения 9 ФИЦ Уран 22 октября 2021 года протокола не явно иначе это может вести читательное заблуждение отсутствует обзор открыто системой нормализации да согласен и даже могу сказать что тема нормализации открыта в работе намного меньше чем тема геонетической нормализации с совмещаниями поднебрежности и осознатием особенно хочу рассказать про первый пункт пункт эта ошибка выглядит довольно очень глупо и вообще непонятно как можно было эту ошибку допустить я объясню как дело в том что во время написания работы и вычетки этой ошибки не было потому что это число формируется автоматически и в последний момент счетчик непосказуемым образом сломался и уже не было это замечено так там возникнут ноль так и у нас имеется заключение про провации федерального государственного учреждения на управление передачи информации Микаркевича где работа прошла провацию здесь отмечается очень также актуальность работы поставлены цели достигнутые результаты отмечается научное новизна отмечается практическая значимость что основные результаты были получены в процессе выполнения работ по гранту например на всяком именовании отмечается что работы проиндексированными базами скопуса Web of Science а также работами проиндексированные в базе RSI скопус Web of Science 4 работы RSI 9 отмечается что автор выступал с докладами на различных конференциях разного уровня и делается высшее содержание диссертации соответствует паспорту специальности 05-13-17 теоретические основы информатики в частности 05-5 разработка исследования моделей и алгоритмов анализа данных обнаружения логономерности данных и их извлечения разработка и исследования методов и алгоритмов анализа текста устной речи и изображения диссертация рекомендуется к защите на заискании ученой степени 05-13-17 теоретическая основа информатики обробация проведена на заседании открытого совместного семинара лаборатории методов анализа цифровой обработки изображений и зрительных систем и ПИРА заключение принято голосованием участников заседания протокол номер 12 9 апреля 21 года подписано Николаевым Дмитрием Петровичем завт лаборатории и откажет руководитель директором ПИРАНС Валевским Андреем Николаевичем других отзывов на диссертацию нет реферат диссертационный совет не поступал так ну как я и говорил длительная процедура зачитывания отзывов вот она тем не менее завершилась сейчас у нас есть возможность продолжить действительно такую содержательную дискуссию я сразу предупреждаю что у нас в регламенте есть две дискуссии сейчас можно позадавать содержательные вопросы которые еще остались у членов нашего совета если остались а потом после выступления научного руководителя можно будет еще просто поговорить о том какая работа хорошая плохая какой человек хороший плохой в общем такая общая дискуссия к которой привлекаются не только члены совета но и внешние люди которые могут нас сейчас слушать смотреть поэтому если есть какие-то вопросы то пожалуйста сейчас ну прям по содержанию то пожалуйста сейчас задавайте но можно я такой возник меня просто в процессе дело в том что вот Иван сегодня говорил о невязках либо в метрике либо максимум так сказать либо средний вот так правильно понимаю но вот насколько я помню я этим не занимался чтобы дали занимались сейчас на сергей борьбе стечен распознаванием образов изображений то там все время делалось о том что самое эффективное метрика и один самое отвечающее сути дела я не знаю подробностей вам-то неизвестно известно что метрика и один тоже используется вот она здесь приведена к формулу 13 ну я хочу сказать вы тоже используете в своих делах там нет то что вы рассказываете это что либо едва либо бесконечность да ну мне неизвестно про то что она более эффективная в каком смысле это его я не знаю ну хотя если привести налогию то она она более опасная чем более если метрики неизвестно все мы закончим еще есть вопросы у кого-нибудь но наверное нет никто вернется вот тогда слово мы должны предоставить научному руководителю если он тут имеется прекрасно добрый день добрый день добрый день уважаемые коллеги слушатели приветствую всех и хотел предупредить что пространный рассказ я хотел бы сделать кратким наконечным и поэтому прошу уважаемых членов диссертационного совета разрешить не зачипывать на официальный отзыв а добавить личные впечатления замечания то есть не входящие в тот текст официального отзыва если позволите тема диссертации ключевое понятие нормализация в моем понимании в понимании соискателя нормализация это приближение к идеалу в этом смысле метафора относящаяся к молодому ученому Иван Андреевичу Наваленко это также движение к идеалу нормального молодого активного ученого Ивана Андреевича об этой самой нормальной когда-то идеала в конце 20-го века где я активно в этом интервале работал над теми же темами распознавания и в аналитическом аспекте исполнения и они все эти концы сходятся на нормальности активного как говорится Иван Андреевич несколько слов об этой самой активности заметили члены диссертационного совета внувшие сообщения от секретаря что у Ивана Андреевича более 70 публикаций из них значит вот эти более 70 нет дезисных сообщений и сообщений не входящих ни в принц ни в список ВАКа ни тем более в базу цитирования веб оф сайенс и сходом то есть можете себе представить как за 5-6 лет аспиратуры и пост и до лет вот сколько можно сделать замечательных содержательных издания работ научного характера значит из этих очень так говорится впечатляющих размахом и разнообразием работ можно было скомпоновать ни одну значит на соискание технических наук диссертацию но значит Иван Андреевич хотел стремиться еще и прилить себя как математик аналитик и поэтому значит получилось то что получилось и это тема я скажу в последних вылучениях а сейчас скажу об этой самой активности помимо вот этого обширнейшего списка публикаций ну как мне вспоминается Иван Андреевич со своей активностью и в этом плане и в плане общественном таблическом плане значит в течение более десяти лет я читал спецкурс технического зрения в обширникам частях значит на итогом таком-то собрании сдачи зачетов определенная половина членов или студентов не справились задания и были как говорится опознаны на до сдачу Иван Андреевич взял на себя активно что-то помочь мне при принятии этих заданий по программированию причем сделала таким для меня совершенно неожиданным и очень радостным образом каждая задача которая включала программирование как обязательный аспект могла быть написана на таком-вотом языке и поэтому разбираться в исходе было как бы не целесообразно так Иван Андреевич каждому это был локдаун ковида поэтому в дистанционном как говорится решении он к каждой задачи по программированию подходил с готовностью и уже написанной программой решения этой задачи поэтому сдача Иван Андреевич проходила и активно и очень продуктивно то есть невозможно было санитирование в адресе потому что у Ивана Андреевича были все рычаги управления этой сдачей но и второй пример этой самой активности Иван Андреевич ведет учет выполнения еженедельного большого количества сотрудников нашей лаборатории их больше 30 по планам РНФ контрактов проекта МФИ и РНФ и это делает непосредственно внимательно еженедельно стимулируя сотрудников выполнение всего намечения ну и наконец самое последнее слова о том что меня радует и дядю молодому чем Иван Андреевич что с того уже прошедшего этапа развития технического зрения в конце осмысленностей осмысленность продуктивность и эффективность одновременного или сопоставимого изучения цветового и геометрического вопроса что и нам объявляет работа Ивана Андреевича где связующими оценителями двух этих казалось бы независимо в направлении являются два обстоятельства первое понятное это подход к изображению как к функции где аргументы и значения как раз и проецируются на задачи цветовой геометической это замечательно ну и второе что их пронизывает так общий отход это проективное преобразование вот на этом я завершу свои ярко положительные впечатления от Ивана Андреевича спасибо спасибо вам большое да очень так круто конечно все звучит ну в общем действительно видимо круто вот сейчас как раз время для такой более общей дискуссии то есть если кто-то хочет высказаться в целом о работе из присутствующих вообще где-то в открытой комнате или из нашего совета то милости просим давайте пару слов скажу я не о работе скажу а обывания но в своем личном опыте мы организовывали и организовали также века школы школы по оптимизации обычно они в время проходят и вот Ваня был в течение многих лет активным участником этой школы и надо сказать что он был одним из самых ярких участников и с постерами с докладами ну если там отобрали постеры докладывались в формате презентации и он действительно очень ярко из себя представлял и было понятно что у него ждет хорошее будущее но после его научного руководителя я помню что более чем получилось чему можно только порадоваться и вызывать дальнейших успехов вот это все по-моему вполне заслужен закономерно и ожидаем для меня в общем случае а что касается работы ну кроме того я не специалист в этом но то что я посмотрел мне понравилось причем понравилось не только с точки зрения как бы ну полученных но так но и манера вложения это показалось точно симпатичным вот и видно что человек в этом хорошо разбирается так что я буду классовать да спасибо да спасибо александр кто-нибудь еще хочет высказаться ну давайте я скажу да действительно я согласен что работа приятная ее приятно читать и по манере изложения и по тому как детально проработана задача и получил удовольствие пока читал что в общем-то высказывается искателю и вот еще коллегам действительно работа в интересном управлении она скажем близко к тому чем мы занимаемся и мы и какие-то возможные направления кооперации и с Иваном Андреевичем и с Дмитрием Николаевичем с Дмитрием Петровичем прошу прощения обсуждали вот и в целом очень приятно и безусловно я буду голосовать за и хорошая работа ну вот как бы в режиме таких полушуточный действительно видна скажем вестерковская школа когда вводилось определение автотропного прямоугольника для очень важной прямоугольной области интерес когда у нас сторону прямоугольника параллельно я бы как оптик наверное назвал как ближе к оптике я бы сказал про аксиальную проаксиальный прямоугольник да а вестерковская как бы вот школа привела к темному автотропному прямоугольнику что достаточно глава вот ну это вот некое такая приятное приятное определение которое приятно считать и так далее вот в целом я безусловно буду голосовать за спасибо за такую интересную работу у меня все спасибо ну я снова задам вопрос если кто-то еще хочет сказать милости просим ну может быть давайте я скажу еще одно слово хорошо да я хочу сказать что начну с того что я конечно бы не согласился быть оппонентом если кто-нибудь обратился мне быть оппонентом по этой специальности потому что все-таки это довольно-таки далековато от меня но ко мне обратился Иван и почему я моментально согласился по очень простой причине очень давно когда он был на этом курсе я читал он курс то что называется теория оптимизации такое несколько своеобразное название фестерковское ну в общем курс теории экстремальных задач и на одном из занятий я предложил задачу оптимального управления найти ее решение ну и естественно для этого было сказано необходимые условия это назовем принцип максимум потребительный Иван если он помнит встал и сказал о том что давайте порешим ее просто из соображения таким вот просто здравого смысла не оперировать никаким необходим условиям и сделал это но я интересно говоря это сильное впечатление потому что во всей моей практике и университетской такой эксперимента у меня не было и университетской Иван дал через несколько лет какую-то свою статью математическую конечно было видно что у него такая математическая культура не очень но видно было что это человек желающий вообще работать думать понимать и так далее и поэтому когда он обратился могу быть оппонентом я конечно сразу согласился и я хочу еще сказать что вот то что говорит передо мной два так сказать члена совета действительно приходится очень много рецентировать даже чересчур много и вырабатывается такое некое доверие к тексту вот ты читаешь первую первую страницу и более-менее понятно зависит что это за работа не читая что-то еще содержательный смысл не понимая особенно так вот Иван пишет так как культурный человек там может быть ошибки может быть то но это текст культурного человека и это очень подкупает конечно там теорем который он доказал это хорошее наблюдение но там много еще не хватает но если будем ко мне обращаться может он будет в этом смысле не расти так что я считаю что диссертация действительно хорошая что это диссертация исследователя если он так сказать не сбавит темпа то его ждет достаточно хорошая получая здесь было принято говорить о том что как голосовать ну и своих слов понятно как надо голосовать все и в общем спасибо за такое замечание нового исследования все спасибо спасибо большое так ну я все равно вынужден задать этот вопрос мы же не ограничиваем время дискуссии кто-то еще хочет высказаться то пожалуйста это не обязательно но можно разрешите мне потратить несколько минут вашего внимания представьтесь пожалуйста это Игорь Владимирович Зенки у меня сотрудник лаборатории сенсорных систем института проблем передачи информации ну и несколько лет назад в контакт с Иваном Андреевичем и хотел бы несколько слов сказать его защиту поскольку на его защите присутствуют вот а связано то с тем что несколько лет назад я попросил Дмитрия Петровича Никитина товарища с образованием тематическим который мог бы подтвердить наши давнишние находки когда два молодых из тех 70-х годов прошлого века занимались исследовать реальное зрение человека и мы тогда обнаружили что существует интересное теоретическое решение такой известной иллюзии известной не только так сказать чисто безрывательного нормативного уровня или так сказать но и прикладного а иллюзия подводная иллюзия которая например даже военно-москопе очень серьезно рассматривается она серьезно влияет на действия подводных работников как и военно-москопе как и военно-москопе 50 лет назад всего не только больших срок 2 фиских еще молодых тогда решили задачу теоретическую чтобы объясновали по какой причине строить это интересное подводное иллюзия нарушающая несколько тогда уже хорошо принятых законов так сказать реального зрения человека но за это время были потеряны была увлекована эта работа родила русском языке поэтому мало на нем было обращено внимания и были потеряны теоретические те как раз выковые которые привели к результатам увлекована в виде конечных формул так сказать без обоснования их и вот тогда по рекомендации Дмитрия Петровича я вышел на Ивана Андреевича и вот в течение примерно трех лет мы с ним взаимодействуем я попросил его решить еще раз эту задачу для обоснования теоретического теоретического составляющего этой интересной иллюзии и Иван Андреевич Иван очень хорошо с этим справится и быстро и глубоко в результате много опубликованы две работы вот и сейчас уже я по крайней мере поскольку прежде всего продолжаю заниматься этой физиологией этих зрителей и системы человека есть для расставания использовать эти теоретические разработки с полным расставанием потому что они достоверны уже мы имеем твое зависимое тематическое место исследователи они получили и совпадают в этом смысле я во-первых конечно благодарен Ивану за то что за это взялся и успел с этим справиться по отзывам товарищей в частности его руководителя я понимаю что он вообще очень активный в социальном смысле по многим параметрам активности и сейчас я уже понимаю что нам еще с ним придется пообщаться поскольку что же самые подводные и еще эффекты зрения человека можно провести теоретические исследования для обоснования уместения теории происхождения этих людей это конечно будет я думаю иметь и чисто поставительное и конечно же прикладное значение современного в этом смысле я благодарен Ивану благодарен его и его водителю и всех кто с ними делал я так понимаю очень положительный к нему они с вами очень положительный поэту работу спасибо за внимание вам спасибо большое да ну я не знаю если кто-то еще придется выступить то можно а так вообще тоже не хотелось бы уж очень затягивать в принципе более-менее все понятно как мне кажется но судя по тому что за 3 секунды никто не включился наверное достаточно так тогда мы предоставим последнее слово нашему подзащитному и после этого уже займемся голосовательной процедурой спасибо я хочу поблагодарить членов совета за время которое они смогли уделить моим коллегам и друзьям за замечания и многочисленные репетиции особенно хочу поблагодарить замдиректора эпипнауки Дмитрия Петровича Николаева что он создал все условия для того чтобы молодежь могла заниматься наукой и так же и трудовив предоставительным спасибо ну замечательно тогда мы вот эту часть завершаем сейчас Константин скажет что от нас требуется дальше на голосование Иван Андреевич просит нас временно покинуть прошу отключить временно открытую комнату нам надо сейчас отбрать учетную комиссию где будет Андрей Михайлович все включено так я повторяю что у нас закончились все голосовательные процедуры которые продолжались относительно долго просто потому что мы работаем с новой системой и не до конца еще освоились а так вообще все было достаточно понятно и итог нашего голосования получился предсказуемым пять голосов за ни одного против ни одного выдержавшегося так что мы можем поставить нашего подзащитного с успешной защитой глупость на этом у нас до свидания заканчивается всем огромное спасибо за то что приняли участие надеемся на будущие встречи со всеми членами советов и других наших возможно совместных защиток спасибо огромное все доброе все доброе все доброе все доброе все доброе все доброе начало а это не первое голосование не списали просто есть что решительное что что сейчас я сейчас а потом вернусь вчера тоже хорошо если только что человек поступает то есть вы что вы делали что не так что это вы вы